Друзья, очередной день был полон событиями связанных с мигрантами и заслуженным наказанием их преступлений. В Новосибирске арестовали двух мигрантов, устроивших кровавые разборки в ходе дорожного конфликта на улице Выборной. Они пробудут в СИЗО минимум до 23 ноября, пока идет расследование уголовного дела. Инцидент произошел 22 сентября. Пять человек избили двух мужчин и женщину, а в качестве оружия негодяй использовали палку с гвоздями. Когда один из пострадавших попытался уехать на автомобиле, один из нападавших намеренно въехал в него на своей машине. Двух подозреваемых задержали и поместили под стражу, личности остальных устанавливают правоохранители. В Волгограде случился инцидент, объясняющий многие вопросы касательно беспредела мигрантов. Патриот Азербайджана нацепил на форму ЧОПа флаги своей родины, но почему-то живет в России и с российским гражданством. А почему у нас граждане другого государства находятся в магазине АБР? А? Виза приехала. Откуда вы приехали? ЧОП. А что у вас на том плече? Плага Азербайджана. Ну а какой Азербайджан имеет отношение вообще? А вы все вообще такой. Ну кто такой? А вы кто такой? Я сотрудник ЧОПа. Сотрудник ЧОПа? Азербайджанского ЧОПа? Да. А какой азербайджанский ЧОП имеет отношение к России? У вас есть договор с Российской Федерацией? Я родился здесь, я гражданин России. Так, ждите. Гражданин России, я понимаю, вот у вас российский флаг. А флаг Азербайджана есть причем? Я потому что патриот своей страны. Что? Патриот своей страны. Вы патриот своей страны. Молодец. А вот сколько без областей. Так у вас же страна России вы говорите. Ну родился я здесь, но еще я патриот своей страны, правильно? Не, ждите. У вас страна России, гражданин Российской Федерации. А вам что-то мешает флагу что-то? Не, я спрашиваю, почему? У меня вот это флага, потому что. Вот зафиксируйте. Почему флаг Азербайджана? В форме флаг Азербайджана это представители организации другого государства. Я спрашиваю, с какой целью? При том, что представители России, у меня вопросы не возникают, а флаг Азербайджана на как-то основание. Тем временем в Питере понаехавшие басурмане своровали у доверчивой девушки 15-й айфон. Судя по всему, продавщица людей по национальности не делила. А потому легко согласилась встретиться с таким контингентом в одиночку в безлюдном месте. За что и поплатилась. Дикари сбежали с аппаратом стоимостью 80 тысяч рублей, как только девушка отвязала iCloud. Полицейские сейчас занимаются их поисками. В узбекской школе учитель принялась избивать русского шестиклассника за то, что он попросил говорить на уроке русского языка на русском языке. По словам родителей мальчика, женщина позднее сказала, что не жалеет о поступке. И Узбекистан страна для узбеков, а остальные пусть уезжают. К слову, недавно Россия инвестировала в развитие экономики и образование Узбекистана 10 миллиардов долларов. В центре Москвы задержали мигранта, который напал на врачей скорой помощи. 24-летний молодой человек вызвал врачей на школьную улицу в Таганском районе, пояснив по телефону, что чувствует себя плохо. Когда медики приехали на вызов и попытались его осмотреть, парень бросился на них с оскорблением и кулаками. Врачи вызвали правоохранителей. Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление. Его скрутили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Я студент. Студент? Да. Отчего ты был пьяный студент? Я вообще не знаю.